Фольклор – это огромный пласт культуры венкийского народа, в котором бережно сохранена его история. Это целый мир, в котором отражены мировоззрения народа, его этические нормы и представления, обычаи и обряды. В долгие зимние вечера у костра пожилые венки рассказывали своим внукам сказания легенды о древних героях-богатырях, об их боевых подвигах и путешествиях. И так из поколения в поколение передавали истоки жизненной мудрости, которая помогала им выстоять в суровых условиях. Наш проект создания электронной библиотеки венкийского фольклора ставит задачу сохранения и публикации для широкого круга богатейшего наследия венкийского народа, произведений венкийского фольклора. На сегодняшний день собрано и переведено в электронный формат порядка 30 сборников венкийских сказок, легенд и преданий. Многие из этих изданий уже стали библиографической редкостью, и поэтому очень важно сохранить их в оцифрованном виде и представить читателям. Одним из таких бесценных источников собранных в библиотеке является героические эпосы и венков. А также топонимические предания о происхождении названий рек, озер, населенных мест. В наш проект вошли также сказки. Это наиболее распространенные жанры венкийского фольклора. Это в первую очередь сказки о животных, волшебные сказки, героические сказки, бытовые сказки. В них отражаются очень древние мифологические воззрения венкийского народа о создании мира, о появлении небесных светил, о возникновении животных и их взаимоотношениях. Для того, чтобы сохранить и довести до сегодняшнего поколения живое звучание сказок, наполненное родным языком, Центр Арун уже на протяжении ряда лет проводит фестиваль эвенкийских сказок-легенд-преданий «Эвенкийский Неменгакан». В этом году он пройдет у нас уже в пятый раз. И наш проект по созданию электронной библиотеки эвенкийского фольклора преследует и практическую цель – дать сценарную основу для руководителей фольклорных, театральных коллективов, для их дальнейшего воплощения на сцене. На нашем фестивале уже состоялись постановки по трём эвенкийским героическим сказаниям. Был представлен Неменгакан «Тарганай богатырь» старейшей сказительницей Авеловой Анфисы Павловной. Было театрализовано очень много сказок. Надеемся, что наш проект по созданию электронной библиотеки эвенкийского фольклора придаст новое вдохновение всем подвижникам эвенкийской культуры для их новых творческих замыслов и постановок.